Всем привет, это Эффект Призм, и сегодня я вам расскажу о трех готовых эффектах в DaVinci Resolve, которые добавят атмосферности в ваши ролики. Это видео отлично подойдет для начинающих, потому что вам останется лишь немного подкрутить параметры эффектов, для того чтобы добиться нужного вам результата. Давайте начинать! Итак, первый эффект на сегодня это Light Race. Давайте добавим какое-нибудь видео на timeline, перейдем в эффекты, выберем OpenFX, и здесь в поиске введем Light. Находим эффект Light Race и просто перетаскиваем его на видео. Теперь открываем Inspector, открываем вкладку Effects и видим настройки этого эффекта. Как видите, сейчас он уже применился, и теперь его можно поднастроить. Для того, чтобы было немного проще, здесь в выпадающем списке выберите OpenFX Overlay. Это позволит перемещать мышкой вот эту точку, которая является источником этих лучей. В данном случае у нас свет в этой сцене падает из окна, поэтому источник лучше перетянуть в такое место, чтобы было правдоподобно, как будто бы это солнце. Например, вот так. Также редактировать его позицию можно вот этими ползунками по X и по Y. И давайте, например, настроим длину, сделаем лучи немножко длиннее, приберем яркость вот так, и параметр soften регулирует мягкость лучей. И его настроите по, скажем так, своим нуждам. То есть, если его убрать в ноль, лучи будут такими резкими, а если увеличить, то они будут как бы сглаженными. Ну вот так, мне кажется, вполне неплохо. И если проиграть, то вот такой результат у нас получится. Для сравнения, если эффект отключить, было так, стало вот так. Очень даже неплохо. Дальше. Второй вариант его использования, не менее интересный. Давайте добавим текст. Возьмем текст плюс. Здесь у нас есть дефолтная надпись custom title. Давайте не будем ее менять, чтобы не тратить время, просто увеличим размер. Вот так. И давайте перетянем эффект lightrace на текст. Теперь давайте источник, например, перетащим. Ну, для начала вот сюда. Что мы можем сделать? Мы можем, опять же, увеличить длину лучей. Можем усилить их мягкость, хотя в данном случае, наверное, сделать вот так. Прибрать чуть-чуть яркость и увеличить еще длину. Например, вот такой эффект можно сделать. Кстати, можно перекрасить сами лучики, например, сделать их вот такого цвета. Кроме того, практически все параметры lightrace можно анимировать. Как видите, здесь есть ключевые кадры. Давайте анимируем, например, положение источника. Давайте пусть в первом кадре он будет находиться здесь. Здесь ставим ключевой кадр, переходим в последний и перемещаем его по оси X вот сюда. И что у нас получается? Вот такой эффект. Дальше. Еще этот эффект очень интересно смотрится в каких-нибудь подводных сценах. Давайте попробуем прикрутить его вот сюда. Вот такое видео у нас имеется. Давайте добавим lightrace. И получится вот так. Даже с настройками по умолчанию смотрится достаточно интересно. Потому что источник находится вверху по умолчанию. Вот здесь. И здесь опять же можно донастроить, например, сделать даже чуть короче. Добавить немножко мягкости. Прибрать яркость. И вот такой эффект получается. Для сравнения. Так без него, так с эффектом. Давайте двигаться дальше. Следующий эффект на очереди это glow, он же свечение. Я уже перетащил на timeline обычный текст плюс. Открываем openfx. Вводим glow. И просто перетаскиваем его на текст. Как видите, эффект уже применился. Что мы здесь можем сделать? Мы можем регулировать параметр spread, который увеличивает область свечения. Можем увеличить его, скажем так, чувствительность. То есть заполнение. Есть параметр gamma. И параметр насыщения. На белом цвете его не видно, но если взять, например, вот такое свечение, то saturation будет делать его либо черно-белым, либо цветным. Давайте пока вернем белый цвет. Так, кроме того, есть очень классный параметр hvRatio. Он делает следующее. Либо свечение будет горизонтальным, либо вертикальным. С текстом очень-очень интересно смотрится. Ну, либо же, конечно, промежуточное положение. Вот так это может выглядеть. Либо же вот так. Пользуйтесь, как говорится, на здоровье. Далее. Давайте применим его к видео, где есть яркие источники света. Там он тоже очень интересно смотрится. Вот такое видео у нас есть. Давайте перетянем glow сюда. И смотрите, что он делает. То, что ярче всего, он делает еще ярче. Но больше всего мне нравится его применять для того, чтобы создавать так называемые фларики. Lens Flares эффект есть отдельный в DaVinci, но он доступен только в платной версии. А в бесплатной можно поступить вот таким образом. Чуть-чуть увеличим spread и сделаем свечение горизонтальным. И, как видите, от лампочки в разные стороны расходятся такие как бы лучи. Часто этот эффект используется в кино, в каких-то фантастических фильмах. Ну, чаще всего, но, естественно, не только. Есть параметр shine threshold. Он регулирует, насколько яркие участки кадра будут захватываться. То есть, если его понизить, то захватываться будет почти все. Видите? Теперь уже и от задних источников тоже стало расходиться свечение. А если его тянуть ближе к единице, то наиболее яркие только будут захватываться здесь. В данном случае есть смысл отрегулировать так, чтобы захватывалась только лампочка. И свечение всегда будет исходить от яркого источника, поэтому здесь нет смысла даже применять трекинг. Вот такой эффект получился. Здесь посмотрите настройки, отрегулируйте так, как вам нравится. Опять же, тут тоже можно его покрасить в какой-нибудь, например, голубой цвет, допустим. Вот так. Ну что же, давайте переходить к последнему на сегодня эффекту. Итак, давайте добавим еще одно видео на timeline. Я подготовил вот такое. И переходим снова в OpenFX. И вводим здесь Abstraction. Перетаскиваем его на видео. И получаем вот такой эффект. Эффект выглядит, как будто бы кадр нарисован акварелью. И, естественно, он может быть как настроен, так и анимирован. Возле каждого параметра есть ключевые точки. Можете анимировать. Ну и смотрите, что он может делать. Первый параметр pre-blure – это, естественно, размытие. Ну и, условно говоря, степень абстракции некоторая. Также есть AbstractionStraight – сила абстракции. Также тут проще не переводить название, а скорее смотреть, на что оно влияет. Итерейт Abstraction. Видимо, какие-то итерации прорисовки. Сложно сказать, что значит. Значит, проще увидеть. Дальше. Если поставить вот эту галочку, то тогда можно регулировать еще и вот такие параметры. Скажем так, вот такой стиль что-то вроде анимешного получается. Либо же делать его более мягким. Есть еще вот такой параметр шаги. Добавляет немножко больше таких, вот по небу видно, как бы участков градиента. То есть, чем меньше шагов, тем будет более однородным небо. И более будет резкий переход. Если увеличить количество шагов, то тогда будет несколько участков одинакового цвета. Ну, я думаю, с большего понятно. Ну и последний участок параметров касается прорисовки контуров. То есть, их можно сделать более жирными. Можно в целом убрать. Либо же можно убрать галочку. И тогда контуры, в принципе, рисоваться не будут. Ну и вот такой параметр. Он подблюривает края, как я понимаю. Ну и Global Blend параметр просто эффект либо накладывает, либо его убирает в общем. Это был последний эффект на сегодня. Как видите, в DaVinci, несмотря на то, что считается инструментом для профессионалов, в нем есть достаточно много заготовленных вектов. Эти три, что я показал, это понятное дело, что не все. Я просто отобрал наиболее интересный, на мой взгляд. Поэтому вы смотрите, ищите, экспериментируйте. И я думаю, все у вас получится. Поэтому спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok